С экранов телевизоров за парадом наблюдали ветераны. Для них сегодня настоящий праздник. По этому случаю надели парадные костюмы, ордена и медали. Моя коллега Алана Томаева побывала в гостях у ветерана Сусланбека Бибоева. Чувство гордости за свою страну и фронтовых товарищей не покидает Сусланбека Магометовича вот уже 75 лет. Как вчера помнит, как шли молодые парни таким же строем приближали День Победы. Суслан Магометович – участник парада в Германии. Юбилейный 75-й смотрит по телевизору. У 97-летнего ветерана та же солдатская выправка. Строгий взгляд. Возраст и историю выдают лишь многочисленные медали. В Германии участвовал в парадах. Ну, тогда молодые были, стройные. Нам молодым вручали знамя носить. Ну, строевые шагом ходили. Фронтовой путь Сусланбека Магометовича Бибоева прошел в пехотных войсках. Тысячи километров, десятки городов. О подвигах советской пехоты забыть невозможно. В армию ушел в 42-м году. Ну, и дошел до Германии. Не сразу, конечно. Постепенно с одного государства, с другой государства. Вот так постепенно. Мобилизовался в Германии. Оттуда нас направили в Россию. В Россию попал в Сыровскую область. А там побыли немного, несколько месяцев. И мобилизовали. В 47-м году мобилизовали. Вот так и прошло время. Мне-то рассказать это легко и быстро. А то пять лет прошло. Война закончилась. И, как рассказывает ветеран, для них началась новая жизнь. Созидательная наполнена трудовыми буднями, семейными хлопотами и праздниками. Среди важных и главных – День Победы. Не пропустил ни одного парада. Всегда с собой брал детей. Чувствуешь себя вроде еще молодой. Чувствуешь так себя и радуешься. Когда смотришь по радости, вот я говорю, такой еще был большой такой молодой. Светящиеся гордостью глаза ветерана смотрят в экран телевизора. На устах то и дело появляется улыбка. При каждом боевом ура Сусланбек Магомедович выпрямляет плечи. Это его история, его страна. В колоннах – наследники Победы, для которых миллионы советских солдат ценой жизни вырвали эту победу. Алана Тумаева, Игорь Войцеховский. Новости о сети.